А мы продолжаем. И у нас уже есть гости. Ведущий специалист Калужского областного младежного центра Карина Косакова. Доброе утро. Доброе утро. И специалист структурного подразделения городского управы города Калуга Виктория Сайко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Год экологии прошел. Мы уже полгода как забыли о нем практически. Но я так понимаю, что никто не собирается опускать руки. И наши экологи активно работают, в том числе примут участие в этих конкурсах. Что изменилось по сравнению с прошлым годом для конкурсантов этого года? В принципе, схема проведения конкурса осталась та же. Единственное, мы набрали новых участников в этом году. Ну и как вы правильно заметили, год экологии прошел, а мы поддерживаем традицию проведения конкурсов по этой профессии. А конкурс профмастерства – это для кого и для чего и как? Конкурс профмастерства проводится для работающей молодежи Калуги и Калужской области. В нем могут принять участие все желающие от 18 до 30 лет, включительно, в зависимости от специфики конкретного конкурса. Насколько часто наши предприятия отзываются и присылают своих молодых специалистов, которые принимают участие в этом конкурсе? Можно ли назвать предприятия, которые наиболее часто заявляются на такие экологические турниры? Ну, чаще всего заявляются специалисты администрации районов, как правило, на такие конкурсы. А в общем, отзыв разный, в зависимости от специфики конкурса. То есть, есть какие-то профессии, где больше специалистов, соответственно, у предприятия есть выбор, а есть узкопрофильные. А момент того, что само предприятие влияет на экологию города, это никак не связано? Это имело отношение к одному из этапов конкурса. Все участники предоставляли на заочный этап свои конкурсные работы, в которых как раз они должны были отразить конкретную проблему экологии своего предприятия и предложить различные пути их решения. Насколько я поняла, был заочный этап, был очный этап. Помогли вы поподробнее рассказать, чем они отличались и что было на них представлено? Да, на заочный этап, как я уже сказала, должны были участники предоставить свои работы конкурсные. Жюри их отсмотрело. И на очном этапе он состоял из двух туров. Первый из них был тестирование участников. В основном вопросы были посвящены законодательству в сфере экологии. И второй тур – это была защита конкурсной работы своей, представление ее членов жюри и презентация участника «Я и моя профессия». Виктория, ваш проект называется «Небесные дороги». Да, верно. А что из себя представляют небесные дороги? Очень интересно. Как минимум по названию расскажите, пожалуйста. Значит, в настоящее время данный проект реализуется на территории Республики Беларусь, в городе Марино-Горка Минской области. Выстроен целый экотехнопарк. Ваш проект? Нет, я сейчас расскажу. Хорошо. Собственно, что же такое струнный транспорт? Разработал его инженер Анатолий Эдуардович Юницкий. Собственно, отсюда и название «Струнный транспорт Юницкого». Кроме того, в настоящее время данная технология выходит на рынок под брендом Skyway, небесные дороги. И на самом деле это достаточно простое технологическое решение. Это электромобили на стальных колесах, которые движутся по струнным рельсам, которые, в свою очередь, натянуты между анкерными опорами. Вы так об этом говорите, что это достаточно просто, да? А сколько нужно потратить денег, чтобы у нас появился такой воздушный транспорт, воздушные дороги? Как вы думаете? На самом деле это одно из преимуществ технологии Skyway – это экономичность. Потому что в сравнении, ну, не я, конечно, рассчитывала, это просчитывали инженеры компании Skyway, сам автор технологии. Экономичность составляет разы. То есть при строительстве, например, одного километра дороги железнодорожной, железнодорожного полотна требуется порядка нескольких миллионов долларов. В сравнении с технологией Skyway это требуется 500-700 тысяч долларов. Так мы знаем прекрасно, что в той же самой Беларуси замечательные дороги. И те, кто бывал там не раз, наблюдали то, что дороги укатаны, проблем с этим нет. Но там осуществляется эта технология. Да, это было такое решение автора – выбрать именно Беларусь для строительства. В качестве эксперимента. Экотехнопарка, да, в качестве экспериментальной трассы. А где бы у нас могла быть такая дорога? Вы знаете, есть варианты некоторые, ну, по крайней мере, у меня. Конечно, над ним еще нужно подумать хорошо. Ну, например, да. Ну, например, кольцевое сообщение по Каурской области. Также было бы интересно. У нас есть замечательный национальный парк Угра. Можно было продумать строительство тоже кольцевого маршрута вокруг этого парка в качестве туристических целей. Кроме того, технология SkyWay является более экологически чистой, зеленой технологией по сравнению с остальными видами транспорта. В том числе требуется минимальный землеотвод для строительства и эксплуатации трасс SkyWay. Также это, тем самым мы не будем нарушать экосистему существующей биоцинозы, как бы, и к тому же это повышенная шумо-виброэлектробезопасность. Я хочу сказать, что пока у нас есть вот такие люди, которые горят идеей, у вас глаза блестеть начинают, когда вы начинаете об этом говорить. Я думаю, что у нас будет все в порядке и с новыми технологиями, и с экологией, потому что вы душой за это переживаете. Мы поздравляем вас с праздником. И желаем вашему проекту победы. Благодарю. Чтобы вам было осуществлено. И у вас есть возможность поздравить коллег. Я хочу, наверное, обратиться, прежде всего, к молодым специалистам-начинающим. Придумывайте, боритесь за свои идеи, проекты и творческих вам успехов. И, конечно, охраняйте окружающую среду. И всего вам самого лучшего. И хотелось бы закончить девизом компании SkyWay. Можно? Строй SkyWay, спасай планету. Будем спасать планету. Все вместе, в том числе сотрудники Волоснового молодежного центра. Карина, спасибо вам огромное, что организуете такие конкурсы. Но мы продолжаем наш эфир, друзья. Оставайтесь вместе с нами. Дальше будет интереснее.